Автопанорама Первая откровенно удивила, построив совместно с Airbus прототип летающего беспилотного такси Pop-up. Это электромобиль, состоящий из нескольких модульных элементов. Во-первых, это 200-килограммовая пассажирская капсула, вмещающая двоих седоков. Тут же располагаются и все элементы управления. Второй модуль — шасси с электроприводом для передвижения по земле. Третий модульный элемент Pop-up — это надстройка с 8-ю пропеллерами, поднимающими капсулу в воздух. «Принцип работы Pop-up очень прост», — рассказывает Йорк Асталош, глава Итал Дизайн. С помощью специального мобильного приложения пассажиры вызывают такси, задают маршрут и отправляются в путь. Но если по пути возникает пробка, на выручку приходит пропеллерный модуль, который также вызывается со смартфона. Он подцепит капсулу и пронесет ее до конечного пункта. Бразильский гонщик Эмерсон Фиттипальди, становившийся чемпионом Формулы-1 1973 и 1974 годов, снова задумал создать суперкар своей мечты. А помогли ему итальянские кузовщики из Пенинфорина, наделившие купе Фиттипальди ИФ7 эффектной внешностью с короткими свесами и высотой всего метр с кепкой. Этот автомобиль создан для обычного водителя, который немного хочет почувствовать себя пилотом спорткара. В интервью «Автопанораме» рассказывает Эмерсон Фиттипальди, двукратный чемпион Формулы-1. Мне кажется, это отличная идея, ведь каждый мечтает побывать в кресле пилота. Спорткар с углепластиковым кузовом весит менее тонны и оснащается атмосферным V8 объемом 4,8 литра, способным выдать 600 лошадиных сил. Правда, ИФ7 предназначен для использования только на треке. Впрочем, потенциальных обладателей машины это нисколько не разочарует, ведь обучать пилотажу на гоночной трассе их будет сам Эмерсон. К тому же Фиттипальди ИФ7 станет эксклюзивом. Всего соберут 25 таких купе. Еще одна новинка от Пенинфорина попроще. Это проект перспективного представительского седана H600 длиной более 5 метров, за движение которого отвечают электродвигатели суммарной мощностью 816 лошадиных сил. Они разгоняют машину до 100 км в час менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость достигает 250 км в час. Доступ в роскошный салон седана облегчают распашные двери и проем без центральной стойки. По традиции каждую весну какой-нибудь оригинальный четырехколесный фокус выкидывают студенты школы дизайна Сбарра, ведомые швейцарцем Франко Сбарра. В этот раз студенческая команда удивила проектом Mojave, оригинальным с виду спорткаром с стальным трубчатым шасси и открытыми колесами, под длиннющим капотом которого скрывается четырехлитровый мотор Jaguar, развивающий 300 лошадиных сил. Что ж, таково автомобильное завтра в представлении известных дизайнерских бюро конструкторов. Но и это далеко не все сюрпризы, которые нынешней весной приготовили европейские кузницы. Продолжим следующее воскресенье. Следите за выпусками. Продолжение следует...